На новый храм в честь чуда Архангела Михаила в Хонях установили главный купол, чейного освящения совершил первый векарь Святейшего Патриарха, митрополит Истринский Арсений. Церковь строится в южном округе столицы, в живописном месте, на Борисовских прудах, прямо на набережной Москвы-реки. Екатерина Ходосевич продолжит. В апреле 2013 года к месту строительства будущего храма в районе Братеева совершили крестный ход. Тогда владыка Арсений осветил поклонный крест, и уже к осени там начали возводить деревянную церковь в честь преподобной Марии Египетской. Новый храмовый комплекс в старорусском, псковском стиле, разместили в одном здании. Внизу – дом Притча. Выше – однокупольная церковь, которая будет вмещать 500 прихожан. Этот храм, тот, который будет виден с Москва-реки, и все проезжающие здесь на проходе будут смотреть и видеть, как возведен этот храм. Этот храм имеет большое значение, потому что здесь, в этом месте, вообще на десятки тысяч людей нет ни одного храма. Строительство ведется на пожертвование известного благотворителя Михаила Абрамова. Этой деятельностью он занимается уже давно. Храм Архангела Михаила в Хоних – второй, который возводится с его помощью в Москве. Любой человек, если есть возможность, должен сделать какое-то доброе дело. Я для себя выбрал такое. Сейчас на храме ведутся кровельные работы. Их планируют завершить до конца марта, а затем приступить к внутренней отделке. Торжественное открытие комплекса ожидается к Пасхе 2020 года. Дай Бог, чтобы в нем всегда совершалась молитва, всегда горела бы неугасимая лампада, и давалась бы возможность каждому человеку, переступающему в порог, получить бы ответ на свои жизненные вопросы, на свои стенания и недоумения. Особенность храма в его расположении на берегу Москвы-реки. В планах настоятеля протеерея Иоанна Холкина построить на территории комплекса пристой. Это позволит включить его в туристический маршрут пароходных экскурсий по городу.